Добрый вечер, господа. Это Финам-ФМ, ежедневная интерактивная программа «Реальное время». У микрофона Юрия Пронько. У нас сегодня будет крайне актуальная, крайне важная тема. Чиновники в России, каста небожителей или все-таки слуги народа? Вопросительный знак, да? То есть я буду вопрошать до конца этого часа и моих гостей, и вас, уважаемые слушатели. Поэтому напомню, средства коммуникации, многоканальный телефон радиостанции Финам-ФМ, моего номера 6510996, код Москвы 495, финам.фм. Это наш портал в интернете для ваших писем. Там же уже идет и прямая веб-трансляция. Кроме того, можно пользоваться еще одним нашим интернет-ресурсом, порталом финам.инфо, где мы в круглосуточном режиме вас информируем о том важном, что происходит в стране и за ее пределами. Одним словом, участвуйте в наших дискуссиях, в предметном обсуждении. И что подвигло, собственно, меня обсудить эту тему именно сегодня? Я процитирую вам сейчас несколько высказываний человека, которого вы очень хорошо знаете. Ну, заочно, конечно, знаете. Неочно. Ну, а кто-то иочно. А я знаю, что он и слушает, в том числе, и реальное время на Финам-ФМ, что, в общем-то, мне крайне приятно. Так вот, несколько цитат. Такое ощущение, что скоро клеймо будут ставить на лоб чиновник. Так нельзя. Это стыдно. Восклицательный знак. Надо прекратить этот постоянный террор со стороны праздных болтунов, присвоивших себе право говорить от имени общества. Надо прекратить создавать условия, в которых чиновники существуют как отдельная презираемая каста. Еще одно высказывание. У меня должны быть прозрачные стены в кабинете, вопросительный знак. Я на каждую бумажку должен спрашивать мнение общественности, вопросительный знак. Никто так не может работать никогда. Гражданский контроль необходим, но в разумных пределах. Это были высказывания из интервью, которое дал газете «Ведомости» вице-премьер российского правительства Владислав Сурков. Мои гости сегодня. Сергей Бабурин, ректор Российского государственного торгово-экономического университета, лидер Российского общенародного союза. Сергей, рад видеть. Добрый вечер. Добрый вечер. И Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, также рад вас видеть. Добрый вечер. Добрый вечер. Сергей, давайте с вас начнем. Как вам вот эти посылы господина Суркова? Прекратите терроризировать вот эту презираемую касту. Ну, наверное, достали. Наверное, достали. Я не берусь судить, что спровоцировал Владислава Юрьевича на такие жесткие оценки. И вы знаете, я хочу и поддержать его, и не поддержать. Давайте. Я просто хочу сказать, что слуги народа должны быть слугами. Когда слуга народа забывает, что есть еще и народ, и, допустим, представьте себе, если бы горничные, наведя порядок в номере, после этого легли на эту же единственную постель отдохнуть, открыв мини-бар и выпивая то, что там есть. Я так понимаю, что российские чиновники этим и занимаются. Это смешение жанра. И вот в этом отношении удар сегодня по чиновникам, к сожалению, конечно же. Почему я говорил и говорю, что произошла десакрализация власти, уважение к власти утрачено? Почему мы говорим о том, что проблема легитимности стоит? А легитимность это, прежде всего, доверие. Я хочу поддержать пафос Суркова, что нужно восстанавливать доверие госслужащим. Но для этого госслужащие должны его вызывать. Это доверие у людей. Они не должны быть синонимом коррупции. Они не должны инсценировать заботу о народном благе. То есть здесь все весь взаимосвязано. И, конечно, я категорически не соглашусь, что должны быть какие-то рамки у общественного контроля. Потому что вот общественный контроль должен быть безграничным. Он не должен лезть в частную жизнь людей, не только чиновников, любого. Но все, кто занимает муниципальные должности, государственные должности, они должны быть под общественным, или хотите, народным контролем. И вот тогда уйдет в прошлое тема недоверия, доверия. Вот если бы каждого чиновника, который дал основание потерять доверие народа, снимали из должностей, сегодня народ уважал бы власть. Преклонялся бы перед властью. Проблема в том, что власть себя так поставила. За минувшие лет 30, я не хочу говорить о последних годах, лет 30, когда постепенно вот эта десакрализация власти, к сожалению, произошла. Это Сергей Бавурин. Дмитрий, как вы комментируете? Ну, прежде всего... Чем так достали-то и кто достал Суркова, что он пошел на столь жесткие высказывания? Прежде всего, я не думаю, что власть должна быть сакральной. Власть должна действовать рационально, думать рационально и опираться на вполне рациональный общественный запрос. Кстати, президент Путин вот сегодня... Это различие атеиста и верующего. Да, и верующего. В ЦИОМ обнародовал данные, и они показывают, что высокий уровень доверия, допустим, к Путину, но все-таки с рациональными соображениями он связан, с рациональными мотивами. Нашей страной, это если уже, так сказать, говорить глобально, да, и оценивать глобально сказанное, 500 лет правит бюрократия. Были разные периоды, когда, так сказать, общественное мнение и вообще общество было более задействовано в политическом процессе. Достаточно вспомнить период земских соборов или, значит, начало бурлящее, начало 20-го века, или 80-е, допустим, годы прошедшего 20-го столетия. Но совершенно очевидно, что люди служилые, служилые сословия, как их называли, хотя это не точно, да, не было такого сословия одного, вот, они, значит, играли колоссальную всегда роль в, так сказать, нашей жизни и в организации власти. Вот, и, конечно, если недоверие к ним, так сказать, комплексное такое, системное, вспомните шутку, у нас 18 миллионов работников аппарата, не считая самого аппарата, это в позднесоветские времена. Вот, конечно, люди оскорбляются, и давайте вспомним, что произошло и в феврале 17-го года, и в августе 91-го, вот эта формула... Но ситуация усугубилась за последнее время? Сейчас, когда говорят, Россия слиняла в три дня, это значит что? Что слиняли армия, полиция и, собственно, чиновничество. И страна не стала от этого самоуправляющейся, она потеряла управление. Так что людьми этими, конечно, нужно дорожить, на самом-то деле, тем более их по европейским меркам численно, так сказать, на 100 тысяч населения, не так уж... Чиновникам, чиновников надо дорожить? Да, дорожить, той их частью, которая, так сказать, эффективна. И в этом Сурков абсолютно прав. Они действительно достаточно жестко работают, и серьезно многие из них и отдаются, так сказать, делу своему. Вот, но здесь есть какие-то два соображения, которые важны, на мой взгляд. Первое, значит, об общественном контроле. На мой взгляд, Сурков против общественного контроля совершенно не выступает. Он просто... Он говорит о том, что что, я каждую бумажку должен спрашивать мнение общественности. Мне кажется, вот какая логика. Дело в том, что руководитель аппарата правительства в день подписывает несколько тысяч документов. Я не был в кабинете, когда, так сказать, в кабинете руководителя аппарата правительства, когда я им стал Сурков, но, так сказать, до этого времена я в этом кабинете бывал. Там есть такой пупитер. И руководитель аппарата правительства, собственно, несколько часов в день тратит, каждый день, тратит на то, чтобы... Это его обязанность. Да. За это он получает заработную плату. Реализировать эти документы. Я думаю, что в данном случае его реакция, она связана с конкретными подписями, с конкретной работой, которую ему приходится делать. Я так не думаю. А вот по поводу того, что... И, конечно, за каждой бумажкой, так сказать, общественный контроль за каждым шагом власти невозможен. Но, как один из активных участников обсуждения закона об общественном контроле, недавнего, я член общественной палаты, в общественной палате обсуждалась эта тема, вот, я должен сказать, что, конечно, общественный контроль за властью необходим. Но необходимо по специальной процедуре, я, например, предлагаю процедуру специального общественного запроса. То есть, организации, которые являются институтами и субъектами общественного контроля, они формируют специальные такие, значит, общественный запрос, аналогичный депутатским, и требуют от власти по определенной процедуре ответа. Но Сурков прав в том смысле, что, значит, если стены будут буквально стеклянными, да, то работать будет невозможно. Есть текущая работа оперативная, которая, так сказать, должна осуществляться. И, конечно, конечно, нужно избегать вот этого, так сказать, огульного обвинения чиновничества, то, что называют шельмованием, и то, что, собственно, стало одним из значимых факторов распада России в 17-м и в 91-м годах. О постоянном терроре, который, со слов Суркова, существует в России по отношению к чиновникам, мы об этом поговорим сразу после краткого выпуска новостей. Звоните на 65 10 99 и 6, пишите на финам.фм, там же идет и прямая веб-трансляция. 19 часов 17 минут, реальное время финам.фм, здесь Сергей Бабурин и Дмитрий Орлов. Чиновники в России, касты небожители или все-таки слуги народа, пишите, звоните, все средства связи к вашим услугам. Сергей, так вот на ваш взгляд, действительно террор развернут по отношению к чиновникам в России? Если да, то кто развязал этот террор? Давайте не будем морочить радиослушателям голову. Когда Дмитрий говорит, что Россия 500 лет находится под гнетом бюрократии... Я так не сказал, я сказал, что чиновники управляют Россией 500 лет, а вы из этого делаете? Тогда и это неправильно. Правда, правда. Потому что, давайте мы поймем, не надо путать чиновников и государства. Если мы говорим о государстве, как специально созданном обществом органе осуществления власти, то это гораздо больше 500 лет. А если говорим о чиновниках, которые управляют обществом, то это не 500 лет, это отдельные периоды, вот такой, как сейчас. И давайте мы... В чем отличается чиновник от народного избранника? И тем, что он идет или по назначению, или заплатив деньги на занятие своей должности. Это вы описываете нынешнюю ситуацию? Беда любой, когда мы говорим о чиновниках, потому что избранный на должность человек, будь то губернатор, депутат, царь в 1613 году, это не чиновник, это не бюрократ. Вот у него потом бюрократов расплодились, и в чем-то я согласен с пафосом по 17-му году, потому что во многом бюрократия погубила династию Романовых. Но не она. Распад бюрократии ее погубила? Разложение. Сергей, бюрократия погубит режим Путина? Она уже почти погубила. Вот на сегодняшний день, вот Дмитрий отверг слово сакральность. Что такое сакральность? Это не только божественное происхождение, это священное отношение к чему-либо, к ценностям. Когда у нас нет ценностей, когда у нас в Конституции записан бред, что у нас нет идеологии государственной и не может быть... То есть чиновник это ценность в вашей логике? Высшая ценность? Да, бюрократ нет. Вот чиновник, человек, который должен по поручению органов народа и самого народа осуществлять одну или другую функцию. Но когда он, взяв эту функцию, допустим, обеспечение продовольствием или там организацию сельского хозяйства или промышленности, взяв эту функцию, взял себе все и доходы и все остальное, вот он становится уже над хозяином, над народом. И сегодняшняя беда, что у нас действительно народ уже не верит, что можно что-то изменить, что чиновника можно отодвинуть или бюрократа вернуть в роль чиновника. Вот ведь в чем беда. Вот, Сергей Николаевич, хорошую формулу, так сказать, хорошую фразу произнес про функцию. Так вот, на мой взгляд, чиновник это все-таки функция, а не сакральная ценность, тем более не... Но не бюрократ. Не высшая ценность. Слушайте, ну это, так сказать... Изыски. Да, это изыски, бюрократ, это более или менее, это одна из эманаций чиновника. Это человек, который в системе, который... Митрий, так кто же чиновник, кричит Россия? Значит, чиновник, это на самом деле основа системы. Система держится на, так сказать, доверии, прежде всего доверии Владимиру Путину, на этой самой коалиции, которую там принято называть путинским большинством, и на чиновничестве, на системе власти, которая существовала и существует в России. Нельзя, не надо делать ее, на мой взгляд, сакральной, даже это более того опасно, потому что чиновники, которые не принимают какие-то решения, или принимают их неадекватно, или коррумпированы, взимают коррупционную ренту, как говорит Владислав Сурков, да, хотя он справедливо отмечает, что таких меньшинство, просто потому что если все будут взимать коррупционную ренту, то вообще система рухнет. Ну так вот, та часть чиновничества, которая работает, либо неэффективно, либо неадекватно, либо коррумпировано, она всегда может быть эффективным громоотводом. Только не нужно, так сказать, и, кстати, отвечать за происходящее реально. Но не нужно, значит, и в этом Сурков абсолютно прав, не нужно делать из чиновничества в целом, не нужно его терроризировать, не нужно из него делать мишень. И не нужно, так сказать, говорить о том, что все государство, или вся, так сказать, властная вертикаль прогнила, не может работать, должна быть сменена, смести систему, так сказать, до основания, а затем. Вот это опасно. А часть, так сказать, чиновничества, или даже шире правящего класса, которая неэффективно коррумпирована, либо неадекватна, может и должна быть, так сказать, целью, мишенью, так сказать, для общественности, для различных групп давления и так далее. Здесь Сергей Бабурин, Дмитрий Орлов. Вот вы знаете, я на днях спрашивал представителя Сенатского комитета господина Бушмина, как вообще эпохальная стройка на остров Русский, да, могла ее сметы вырасти в разы. Ну, потому что есть же бюджетный, в конце концов, процесс, да, вот, Сергей Николаевич, вы же как депутат, да, знаете бывший, да, и хоть и бывший, но вы знаете. Прежних созывов. Бывший, бывший. Прежних созывов, да. С кисой воробьяниным не надо будет. Ну, мы пока, слава богу, не в той ситуации живем. И тем не менее, это стало возможным. Благодаря кому? Благодаря чиновникам, которые либо закрывают глаза, либо участвуют в этом. И участвуют активно. Нет, ну, здесь у чиновников были партнеры в лице бизнеса. Не надо демонизировать только чиновников. Я с Дмитрием хочу согласиться, что демонизировать должностных лиц нельзя. После письма Макаревича напиши такое же письмо в адрес бизнеса. Вы знаете, не читал этого ответа, но в этой части я солидарен с президентом. Но, опять же, хочу заступиться и за бизнес. Вот здесь Дмитрий говорит, что отдельные чиновники только коррумпированы, не надо рушить систему, а если она действительно сгнила, если коррупция стала сегодня частью экономической и политической системы. Не преступлением отдельным, а частью системы. Вот ведь в чем ужас сегодняшней ситуации. И я никогда не смогу поддержать единую Россию сегодняшнюю в том, что у нас все хорошо, но есть отдельные недостатки. У нас отдельные светлые пятна еще есть, но их все меньше. Назовите мне хоть одно светлое пятно. И именно поэтому, о пятнах чуть позже, именно для того, чтобы... Вот у меня искреннее убеждение, что сегодняшняя власть, в том числе и Сурков, толкают общество к революции, а общество из последних сил сопротивляется, но не хочет народ революции, не хочет потрясений. Но одновременно, сохраняя сегодняшнюю ситуацию, отказываясь идти на реформирование политической системы, например, системы выборов, чтобы вернуть, наконец, смешанную избирательную систему. А кто от этого отказывается? А почему до сих пор ее нет? Я глубоко убежден в том, что смешанная система с очень высокой степенью вероятности будет введена в ближайшее время. Я не исключаю, кстати, что даже выборы 2016 года уже состоятся по смешанной системе. Во всяком случае, во власти... 16-го года? Да, ну, конечно, ближайший. Но лучше, если они пройдут в 13-м. Какие за досрочные выборы? Во всяком случае, во власти есть очень серьезное понимание того, что переход к смешанной системе, он позволит и лучшее представительство обеспечить, и канализирует протест. Как хорошо мы хоть в этом сходим, Сергей, не раньше 16-го года. В 13-м, в 13-м. И позволит... Торг здесь не уместит. И позволит многим деятелям протеста, кстати, собственно, внутри системы высказывать свои претензии власти, а не вне системы, а не на улице. Кому сейчас подотчетны чиновники? Вот кроме господина президента. Нет, ну, они подотчетны... Значит, если говорить о конституции, они подотчетны конституционным органам. Большестоящему начальнику. Нет, нет, ну, понятно. Я вот хочу разобраться и сформализованной, и не сформализованной. С формализованной точки зрения представительные органы власти, значит, допустим, региона, подотчетны чиновники, безусловно. Эта подотчетность называется раз в год выступить с докладом? Да, но они... Я видел эти доклады, я читал их. Лучше бы они не выступали. Но подождите, вы говорите о формальной стороне? Конечно. Так вот, в соответствии с этим, отчетность есть и в региональных парламентах, и даже председатель правительства выступает теперь перед парламентом с отчетом. Это формально. А неформально. Такова норма. А неформально действительно механизмы отчетности, особенно, так сказать, в технологическом смысле, в регулярном смысле, они, значит, очень слабы. И общественный контроль, о котором мы уже говорили, слаб в еще, так сказать, в большей степени. Он не имеет того, так сказать, того технологического проникновения, той разветвленности, которую он имеет в странах развитой демократии. Сергей Бабурев. Нет у нас общественного контроля. А парламентский контроль? Нет у нас парламентского контроля, потому что парламентский контроль будет эффективен тогда, когда на комиссию по расследованию того или другого вопроса министр прибежит, как только его вызовут. А когда министры не могут на саму сессию порой раз допроситься, когда у нас, ну, когда бюджет только идет, тогда министры появляются. И в этом отношении общественный контроль, то вы что, у нас не случайно разрушение страны начали официально, фактически, с уничтожением народного контроля, который существовал. Конечно, у него были издержки, но он существовал, потому что группы народного контроля из числа пенсионеров, людей самых разных профессий, они имели определенные права. А сегодня? Вот говорили, что вот Дмитрий у нас состоит в общественной палате. Но это же фиговый листок на теле сегодняшней власти. Я бы здесь с вами поспорил. Какой общественный контроль? Общественная палата, это серьезная общественная палата. То есть контроля нет? К сожалению, нет. Кроме вышестоящего начальства. Это не контроль, а подчинение. Потому что контроль, надзор, это специфические термины, как юрист хочу сказать. А вот отношение подчинения, это другое. Потому что это и контроль, и надзор, и полное, полное безвластие и бесправие перед начальником, который выше. В чем беда наших губернаторов до возвращения сейчас хотя бы куцей такой полукастрированной вот этой избирательной системы? Что губернатор не подчинялся людям, которые живут в регионе. Продолжим сразу после краткого выпуска новостей. Это «Реальное время» на Финам-ФМ. И здесь Сергей Бабурин и Дмитрий Орлов. Звоните, пишите. 19.31. «Реальное время» на Финам-ФМ. Сергей Бабурин, Дмитрий Орлов. Чиновники в России каста «Небожители» или все-таки «Слуги народа». Я запущу сейчас смс-голосование. Пожалуйста, доставайте свои мобильные телефоны. Если вы считаете, что чиновники в России каста «Небожители» не подконтрольны. То есть мы с вами выяснили, по крайней мере, по мнению Сергея Бабурина, контроля нет. Его просто нет. Ни парламентского, ни общественного. Так вот, если это каста «Небожители», как говорит господин Сурков, презираемая каста, да? Ну, по его мнению. То 55.33 смс-сообщение с буквой «А». Это каста «Небожительные». Чиновники в России каста «Небожители». 55.33 смс-сообщение с буквой «А». Чиновники в России — это «Слуги народа». 55.33 смс-сообщение с буквой «Б». Чиновники, вот почувствуйте это сладкое слово «слуги народа», да? 5533 смс-сообщение с буквой Б, я буду с большим интересом. Очень жесткая у вас альтернатива. Нет, а у меня, понимаете, жестко Сурков и жестко я тогда формулирую вопросы. Он говорит, прекратите террор, я говорю, давайте тогда поймем, кто они, небожители или слуги народа. Пожалуйста, также к вашим услугам наш телефон многоканальный 65 10 99 6. Я надеюсь, что не будет стопроцентного голосования за первую позицию. И финам.фм, наше средство коммуникации. На ваш взгляд, ситуацию можно изменить вот в нынешних условиях? То есть мы в реальной стране, с реальными людьми, с реальной властью, да? Ну вот той, которая существует сейчас в Российской Федерации. Я на самом деле оптимист. Я считаю, что Россия, хотя и летит в пропасть, но она еще сопротивляется. На крыльях любви при этом, да. Она сопротивляется. Ладно, что не на других. И далеко не все кончено. И мы можем еще, действительно опираясь на потенциал исторический, духовный, на тех людей, которые во власти, но все же понимают необходимость перемен, и они не пронизаны полностью вот сегодняшним отношением к власти. Они... Мы сумеем установить государство в здоровом его виде. Я вот с Дмитрием согласен, что у нас есть на всех этажах власти люди, которые профессионально соответствуют своим должностям, и которые могут и должны осуществлять вот эту функцию несения власти. Без этого все бы уже рухнуло. Но у нас вот различие только в том, что я говорю, что такие профессионалы в задавленном меньшинстве. А Дмитрий говорит, что их большинство. К сожалению, не согласен. На чем основано мнение, что их большинство? Ну, хотя бы на том, что система, так сказать, существует, решения принимаются. И, так сказать, ну, скажем, ситуация экономического кризиса 8-9-10 годов показала, что принимаются в достаточной степени эффективно. Даже в, скажем так, опасной и взрывоопасной, да, так сказать, ситуации. А я видел наоборот, что система не работает, пока господин Путин не приедет куда-нибудь и не попросит ручку. Дело же не только в Путине. Система работала. Система работала и работала, так сказать, на региональном уровне. И те вызовы, которые даже, так сказать, в европейских странах, на которые не был ответ в нашей системе, ответ на них был. Вот. Просто, безусловно, должны усиливаться конкурсные процедуры. Безусловно, должна возрастать степень общественного контроля за деятельностью. А может быть поднять роль парламента, который превращен непонятно во что? Во что он превращен? Для этого надо сделать честными выборами. Где закон о парламентском контроле? Почему он не принимается? Ну, вообще-то, парламентский контроль у нас есть. У нас парламентского расследования нет. А в чем вот нынешний парламентский контроль заключается? Если, господин Путин Путин, абсолютно... Министры приходят, что... Ну, как, как... Парламентский контроль... Не одного министра нельзя уволить. Ведь можно выразить... А у нас не ответственное министерство. Это вопрос конституционной модели, а не парламентской модели. Это будет зависеть от парламента. Это уже не президентская система, а парламентская. А кто сказал, что у нас... Так это дело не в общественном контроле. Вы предлагаете изменить конституционную систему? Нет. Мы сказали об ответственных министров. Ну как, Дмитрий, не пытайтесь перекричать. Ответственность министра. О чем? Ну, придет, выступит. Даже если Дума скажет... Скажет, на 26% меньше стали взяток брать. Ну и что? Как господин Колокольцев. Ну, идет и пошел руководить министерством дальше. Речь идет о контроле, а не о том, что... Вы знаете, может быть, я уже в чем-то пережиток. Я вот как народный депутат Российской Федерации и моя последняя должность перед расстрелом Верховного Совета председатель Комитета по судебной реформе и работе правоохранительных органов. Так вот, наш комитет назначал министра внутренних дел, министра госбезопасности. Президент представлял. Ну, в соответствии с конституцией РСФСР. Это другая... Конечно, нет. Но я говорю, что вот когда вот после 93-го у парламента убрали все эти функции, мы сегодня имеем то, что имеем. И считать, что сегодняшняя система правильная, эффективная, это полная наивность. А я прекрасно помню, конечно, я наблюдал за этим, да, по телевизору. Я прекрасно видел эти назначения довольно смешные, которые происходили чуть ли не с голоса. Это все... А смех что вызывало? Это все анекдот был. Нет, не надо. Нет, ну смотрите, конкретные ситуации... Вы что-то путаете? Я ничего не путаю. С катастрофами, да? Не могли с голоса производить назначение, если комитет вначале рассматривал на отдельном заседании... Я помню, заседание съезда и Верховного Совета. Министров съезд не назначал. Верховный Совет. Правильно, но по представлению уже комитета. Поэтому, Дмитрий, вы повторяете позицию методическую Чубайса, который сегодня продолжает говорить, вот все, что у нас хорошего есть, это в результате моей ваучерной приватизации. Ну, в чем я с Чубайс? А вы то же самое говорите, что наша система эффективна, потому что мы из кризиса хорошо вышли. Ну, хотя бы поэтому. Мы плохо вышли из кризиса. Мы потеряли гораздо больше, чем могли. И в этом отношении, как Чубайс лжет, когда говорит, что мы живы благодаря ему, мы вопреки ему живы, потому что были те, кто боролись с его ваучкой. Вы знаете, я никогда не поддерживал, так сказать, те события, которые произошли в сентябре-октябре 93-го года, но я уверяю вас, если бы эта система сохранилась, Россия давно распалась бы. Я в этом глубоко убежден. Абсолютно не так. Скажите, Дмитрий, а подотчетность и подконтрольность стопроцентная министров только президенту, это эффективная модель? Зная, что господин Путин неоднократно подчеркивал, что он своих не сдает. Тоже очень интересная такая позиция. Вы понимаете, мы исходим сейчас в этой беседе из одной ложной посылки, что у нас нет контроля, так сказать, общественного парламента. Он есть. В чем? Вопрос в его эффективности и интенсивности, и адекватности. Вот и все. Как в чем? А в чем контроль? Если министр ходит, так сказать, отчитываться в Думу, разве это не контроль? Но господин Поборин справедливо сказал, он отчитался и пошел дальше, он говорит, и что ему этот парламент? Кто ему там указ? Вы хотите поменять конституционную модель? А почему нет? А в чем тут такой страх? А в чем страх? Да, внести конституционные изменения. Но если неэффективна сегодняшняя ситуация. Почему нет-то? Я считаю, что в России исторически, к вопросу о сакральности власти и тех институтах, которые существуют, исторически существует модель совсем другая, модель ранее имперская, ныне президентская, и это модель сильной власти. Она никогда не предусматривала ответственного министерства. А когда ответственное министерство было в очень незначительный, на самом деле, промежуток времени, оно становилось очень быстро безответственным. И временное правительство, и... Хорошо, а кто контролирует господина президента, мне хочется понять. Он воспарил над всеми. Ну, он отчитывается перед конституцией, перед народом, все вполне. Посмотрите на реакцию Сергея Бабурина. Как? Как? Вот я бы согласился, что народ имеет контроль, если бы волю народа не искажали фальсификации избирательных протоколов, вбросами. Слушайте, но выборы президента были честные. С этим спорить не приходится. Если о парламентских выборах были вопросы, то... Вы знаете, вот давайте так, я не хочу сейчас говорить конкретно о выборах президента. Почему? Я говорю о том, что у нас вообще нет честной избирательной системы. Вы считаете, что президент Путин избран нелегитимно или что? Нет, вот президент Путин избран легитимно, а формы, было ли фальсификации или нет, это другой вопрос. Это не противоречит легитимности. Вы знаете, я думаю, что президент отчитывается перед народом. Есть механизм выборов. И, естественно, вот как сейчас, так сказать, он эти 7 статей, там эти его и так далее. Он, значит, ну народ правил проголосовать ногами. Поэтому народ и ходит 10%. Проголосовать за 10% от исполнения вот этих 7 статей. Проголосовать за другого. Ну почему? Там все сбалансировано теперь после там известных разбирательств и, так сказать, известных поставлений. Ну я не знаю, как, я еще посмотрю, как пенсионная, так называемая, третья реформа, чем она закончится. И как-то балансировка будет достигнута по дефициту ПФРовского бюджета. Ну, ситуация напряженная с бюджетом, да, это правда. Мягко говоря. Да, ну, нет, ну подождите, то есть контроль над президентом — это выборы. Это выборы, совершенно верно, да. И нового механизма в Российской Федерации нет. То есть вот в этой суперпрезидентской республике единственный механизм — это выборы. Все. Парламент, я могу, так сказать, встречный вопрос. А где в Америке такой контроль? Какие механизмы? А почему нет? Ну, например, плевать на Америку, вот какие у них есть механизмы. Мне интересует моя собственная страна. Это президентская республика. Такая логика. Ну, вот я рекомендую плюнуть, но все-таки понять, что помимо выборов есть и другая форма контроля, которая и в России есть. И, Дмитрий, я думаю, тут мы с вами не будем расходиться, потому что есть процедура в Конституции закрепленная выражение недоверия импичмент президенту. Сергей. То есть выражение недоверия правительства. О конституционных способах контроля за президентом, потому что вот в этом отношении, вот мы в отношении Ельцина ведь пытались осуществить эту процедуру. Да, не хватило большинства голосов, но это тоже парламентская форма контроля за президентом. И вот здесь мы подходим к очень интересному моменту — это формирование парламента. И вы, Дмитрий, соглашайтесь, что там вопросы были в декабре. Были, но, так сказать, судебным... Значит, и этот канал перекрыт. Нет, он не перекрыт. Судебным-то, так сказать, с помощью судебных процедур итоги выборов не оспорены. Вспомним, когда, так сказать, Медведев попросил их, так сказать, фракции собрать, значит, эти самые жалобы, да, каков был результат. Не жалоба, так сказать... Дмитрий, вы серьезно говорите? Да, и какие фракции? Вы серьезно говорите? Вы вот последние высказывания в Жириновске вообще слышите, что он несет? Вот какой он там оппозиционер? В смысле? Ему доверили свои голоса миллионы людей. Я не знаю, доверили ли. Ну, зря вы это. Он реальный политик с большой общественной поддержкой. Я не об этом хочу сказать. Я хочу сказать о том, что что он несет, это должны спросить у него его избиратели. И они спросят на следующих выборах. Обязательно. В 2016 году. Если то, что он несет, это не от этого согласен. В 2013 году. В 2013 году надо. Потому что вот беда-то в чем? В чем? Что нет механизма. Нет доверия к сегодняшней системе контроля в лице парламента. Потому что нет честности выбора. Ну и что, из-за этого его надо распускать раньше времени? Зачем? Потому что если были искажены воля народа и результаты голосования... Это никто не установил. Вообще-то это уголовное преступление. Незаконный захват власти. Вы считаете, что... Это нужно доказать. Я согласен. Вот сначала надо доказать. И через судебную систему. А мы знаем, какая у нас судебная система. Как юрист. Надо доказать. Вот доказывайте. Замучитесь. Доказывайте. Я понимаю. Вот это крылатое высказывание господина президента. Идите в суд. А что? А куда идти? Знаете, мне... На улице выяснять какие-то... Не, ну понимаете, но это все... Кто больше, кто меньше. Все каналы перекрыты. Президент воспарил. Он над всеми. Каналы чего перекрыты? Контроля над ним. Значит, я... Можно нашему ведущему тоже скажу, что он... Чтоб он не воспарял над нами сержантом. Ну давайте попытайтесь. Вы не правы, что президент воспарил. Мы с самого начала вашей программы объясняем, что бюрократия воспарила и над президентом. И что президент под таким же бюрократическим... Хороший царь, плохие бояре. А кто этих боярик назначает? Хорошая фраза. Они пользуются... Нет, подождите. Кто их назначает? На его доверие, между прочим. На огромном доверии. Один-один. Я согласен, что он отвечает за этих бояр. И его злой урок, его позиции, я своих не сдаю. Вот это его беда. И наша, к сожалению, тоже. Конечно. И, кстати, медиа тоже должна ведь большую роль играть в... Конечно. ...то, так сказать, осуществление общественного контроля. Только не такую, как Сурару, например, когда, так сказать, они давили шантажу. Ну, это другое СМИ, да. Сергей Бабурин, Дмитрий Орлов. Сразу после краткого выпуска новостей. Ваши звонки на 65 10 99 6. Ваши письма на финам.фм. 19.47. Реальное время. Финам.фм. 65 10 99 6. Код Москвы 495. Финам.фм. Это наше средство коммуникации. На портале идет и прямая веб-трансляция. Здесь, в московской студии. Сергей Бабурин, Дмитрий Орлов, чиновники в России, каста небожителей или все-таки слуги народа. Я остановил СМС голосования. 90,57% слушателей реального времени считают, что это каста небожителей. 9,43% считают, что это слуги народа. Пожалуйста, господа. Да, вот, ну, то есть цифры сами говорят за себя, поэтому не добавить, не убавить. Добрый вечер, вы в эфире. Как вас зовут? Алло. Алло. Да, вы в эфире. Сергей. У меня вопрос, Юрий, к вам. Вот 5 октября, как раз к тему, как бы, вы очень эмоционально рассказывали про Александра Волкова. Главу Удмуртии. Удмуртии, да. Вот, и обещали, что вроде как будете отслеживать этот процесс. Да, я вам больше могу сказать, что по этому деятелю я задал вопрос представителям «Единой России». Они мне сказали, что они будут с ним разбираться. Я же должен доверять людям из «Единой России». Этот деятель дважды уже попадался за руку, не просто призывая к применению административного ресурса. Последний раз он дошел до того, что назвал конкретных бенефициаров. Это главы районов, главные врачи больницы и директора школ. Ну, я жду ответа от «Единой России». Господин Бурматов мне пообещал, что ответ будет дан. Понимаете, я же не могу прыгать дальше, да. Вот, я кому-то должен доверять в этой стране или нет, или совсем уже никому нельзя доверять. Человек дважды был пойман, реально пойман. Все делают вид, что ничего. И я, кстати, жду Андрея Воробьева, который пообещал публично прийти ко мне в эфир. Вот это будет один из первых вопросов, что они думают по поводу господина Волкова. Я предполагаю, что и другие губернаторы, по всей видимости, занимаются, мягко говоря, подобными деяниями перед выборами, да, неважно какими. Но у них хватает ума, поедем, отключить все мобильные телефоны и любые гаджеты, которые могут снимать этот процесс. Господин Волков это делает открыто. Посмотрим. Добрый вечер, вы в эфире. Как вас зовут? Алло. Добрый вечер, меня Сергей зовут. Да, Сергей. Да, Юрий, вот хотелось бы, может быть, немножко развернуть тему, потому что там про губернаторов, про парламент, про министров. Понятно, что это там самые высокие чиновники, но их все-таки меньшинство, а большая часть чиновников, все-таки средние какие-то мелкие, в том числе клерки. Вот я сам работал в должности государственного инспектора труда некоторое время, это такая небольшая должность, но с определенными полномочиями, в том числе проводить проверки по обращениям граждан, чьи права были нарушены, проверять работодателя, например, место поведения трудового законодательства. То есть, и вот я понимаю, что я все равно всегда, в любом случае, буду неудобен для кого-то. То есть, либо я подтверждаю, что работодатель правильно поступил, тогда работник говорит, что вот как же так, Сергей, вот вы взятку наверняка взяли, вы наверняка закрыли глаза на нарушение. Если я выявляю какие-то нарушения, начинаю исправлять правого работника, возникает момент у работодателя, что вот как же так, вы нас душите, вы вот бюрократы, не даете нам развиваться своими проверками, значит, мешаете нам вести бизнес, там устанавливаете работу и так далее. И вот как быть в этой ситуации, когда вот работа чиновника заключается в том, что она работает на стыке интересов, например, судей, да, вот в суде же все равно одна сторона проиграет, как ни крути. То есть, мы не говорим сейчас там про взятки, там, ну, понятно, есть этот момент, но берем порядочных чиновников, которые действительно работают. Вот у нас такие какого-то конфликта интересов, каких-то групп там, общественных. Вот как быть с ними? Ведь недоверие есть, и ведь там есть порядочные люди, которые стараются делать работу. Да, я понял, да, я понял, спасибо большое. Сергей Бабурин, я хочу, чтобы вы прокомментировали. Тему, что должностное лицо в силу своих обязанностей обречено на критику. И поэтому в чем-то, и Сурков прав, когда говорит, что нужно защитить этих людей за выполнение ими их долга служебного, за добросовестное дополнение, исполнение своего долга. И в этом отношении и судья действительно такой. Но ведь судья, судья рознь, вот, допустим, судья областного суда Брянска снял собственного губернатора с выборов в связи с тем, что тот нарушил десятки положений закона. Слушайте, но Верховный суд... А Верховный суд сказал, что я принимаю политическое решение, я не отвергаю, что он нарушил. Но я все-таки, чтобы вот обеспечить выборы... А Верховный суд Удмурти вообще не увидел ничего. Там была другая мотивировка совсем, никакого политического... А как, если все нарушения не опровергнуты? Вот все, значит, суд. Нет, ну вопрос о допустимости, там же срок был нарушен, насколько я понимаю. Там ничего... Нарушен был срок подачи, конечно. Значит, я все-таки вернусь к вопросу Сергея в отношении, действительно, тех, кто выполняет добросовестно свои обязанности чиновника на более низких уровнях, чем президенты или министры. Только то, что есть такие работники, спасает нашу страну уже не одно десятилетие. И вот именно благодаря вот этому... Вот здесь, я вот здесь даже и, Дмитрий, я поддержу, что вот на этом уровне гораздо больше достойных слуг народа, чем на более высоких. То есть, чем выше, тем вот эта услужливость народу пропорциональна. Пропорционально. Ну, наконец-то, я услышал. Об этом Сурков и говорит. Вот там он приводит примеры. Там начальники департаментов, руководители отделов, те, которые не адморесурс делят, а, так сказать... То есть, не адморесурс, по-моему, вообще не административную ренту делят, а принимают реальные решения и, так сказать, облечены серьезными полномочиями, ответственностью и так далее. Либо ночами некоторые работают. Это правда же все. Даже мимо Белого дома иногда, так сказать, проехать позже. Бывает, половина окон горят. Ну, ничего страшного в этом я не вижу. В половину там одиннадцатого... В конце концов, они получают за это заработную плату. Ну, кто спорит... И еще никто не заставлял туда идти, на государство. Да это правда, но... Я прошу прощения в это время и делят административную ренту. Вот именно в это время. Добрый вечер, вы в эфире. Как вас зовут, Аля? Вечер добрый, я Москва. Да, Илья. Мне, в деле, удивительно. Чиновники возмущают наличием контроля над ними, да? Но при всем при этом их палкой не выгонишь. Что же такого хорошего в этих должностях, если все так плохо? На самом деле, мне больше интересен другой момент. Вот ваш гость сказал, что есть команда профессионалов, люди, чиновники, которые работают неплохо. Мне бы хотелось понять, где они. Что у нас случилось с реформой образования? Что у нас случилось с реформой Министерства внутренних дел? Чем все это закончилось? Ну, просто. И самое главное интересное... И кто за это несет ответственность? Я бы еще добавил. Кто за это ответил? Хоть один человек. Да, пожалуйста, господа. Сергей Бабурин сразу показывает на Дмитрия Орлова, кто смотрит веб-трансляцию, кто-то это заметил. Он ответит. Дмитрий Орлов ответил. Нет, ну, если говорить о реформе МВД, она прошла, так сказать, ну, с переменным успехом. Возможно, не достигла, так сказать, сверхцелей, которые остались, но, во всяком случае... Но в МВД мне сказали, что надо запускать новую реформу. Дорожная полиция стала, несомненно, работать лучше. Значит, криминальная полиция, безусловно, стала работать лучше. Ну, темпа этих изменений, конечно, недостаточно, безусловно. И некоторые, так сказать, коллеги нас считают, что, значит, если бы по радикальному пути пойти, то есть, там, допустим, глобальные увольнения там произошли бы, например, и заместить, так сказать, всех этих служащих сразу государственных, но тут большая проблема. У нас большая страна. У нас, так сказать... У нас всегда есть обоснование, что бы не делать. Растянутый... А вот что бы сделать. Нет, нет, ну, если действительно сравнивать с небольшой какой-то страной с двухмиллионным населением, где там 15 тысяч полицейских, понимаете? И большая Россия. Тут так не сделаешь так быстро. Управляемость может... Ну, такое ответы получили. Но изменения, позитивные изменения в полиции, они, конечно, произошли. Ну, как сказал Колокольцев, на 26% стали меньше брать взяток. Ну, слушайте, это даже заметно. Нет такого общественного недовольства, как прежде. И, кстати, если говорить о системе выборов... Кто замеряет общественное недовольство? Вот эти вот социологи придворные? Ну, ладно вам. Ну, а как? Ну, ладно. Ну, а кто замеряет? Ну, что значит придворные? В ЦИОМ вы имеете в виду или что? Ну, или в ЦИОМ, или в ЦИОМ, допустим, у Путина последний опрос. Там во многом схожие оценки. Я рейтингам и соцопросам в России не доверяю вообще. А кому вы доверяете? Я доверяю слушателям своим, которые мне звонят и говорят. Хорошо. Полный швах. Я сошлюсь на своих знакомых, на, так сказать, общение свое. Вот по данным, так сказать, общения и обычного обсуждения того, что происходит, жалоб на полицию, в том числе на ДПС, стало значительно меньше, чем, скажем, год назад. Меньше стало поспокойнее. Отдельную программу сделаю. Обещаю слушателям Финамо ФМ. Те же самые региональные выборы. Претензий меньше по нарушениям. Намного меньше. Дмитрий, когда вот я слышу слова, что реформы идут с переменным успехом, я сразу вот про перемены вспоминаю этот анекдот, что обмен белья между бараками заключается, белье третьего барака идет в четвертый, а четвертого в третий. Вот такие перемены нам не нужны. И я убежден, что никакие реформы без реального народного контроля невозможны. Это будет некая перетасовка той же самой старой бюрократической колоды. И все. И все. У меня нет убеждения, что во время реформы в той же полиции оттуда убирали только коррумпированных, только самых одиозных. Но ситуация с коррупцией там улучшилась. Это правда. Может быть не в той степени, как мы хотим, но улучшилась. Я знаю, кто пришел, допустим, в руководство, я с этим согласен, что я вот в этих людях как бы больше пытаюсь их воспринимать с большим доверием. Но в целом, когда такие реформы делаются закулисно, вы гарантируете, что там не было просто личных расправ с теми или другими неугодными? Ну, это всегда может происходить. В любой системе административной. Любой административной системы. Вот почему мы и говорим, что народный контроль неизбежно нужен. Общественный контроль. Я вот поэтому и говорю об общественном запросе, право на который должны иметь, ну, практически там все, значимые общественные организации. Так что ж власть-то не реализует этот контроль? Ну, вот обсуждается сейчас закон о общественном контроле. Я думаю, что он в ближайшее время будет принят. Он в общественной палате обсуждался и должен быть принят в Государственной Думе. Первый шаг к такому контролю заключается, на мой взгляд, в одном. Вот опубликовали данные про чиновника, хоть про депутата, хоть про кого, которые говорят о том, что он совершил некое преступление. Вот кто-то должен сесть. Или этот чиновник, или журналист. О, сколько? Пол страны будет сидеть. А тогда... Неужели так все коррумпировано? Я пошутил. Я пошутил. Если статья ужива, должен отвечать журналист. Если фактура правильная... Но ведь у нас сколько публикаций было о коррупционерах, о преступлениях. Теоретически вы правы. Вот смотрите, в свое время очень хорошую фразу, я бы сказал, аксиому вывел Карл Маркс. Государство – это частная собственность бюрократии. Вот, по-моему, нынешняя Россия – это как раз собственность вот этой самой бюрократии. Всем спасибо и до завтра. Продолжение следует...